Академик медико-технических наук Челябинска рассказал об аппаратах ИВЛ, которые загорелись в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. После нескольких ЧП подряд Росздравнадзор приостановил обращение устройств искусственной вентиляции легких, произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Правда, недавно стало известно, получили лицензию и проходили сертификацию эти медицинские приборы в Челябинске. Все подробности в репортаже. Еще семь лет назад на сайте Ростехнадзора был опубликован пресс-релиз о том, что концерт радиоэлектронной технологии разработал новый аппарат искусственной вентиляции легких АВНТМ. От всех остальных на рынке его отличала высокая степень автоматизации настроек и возможность использовать новые современные режимы вентиляции легких. А главное, аппарат уже прошел все испытания в Челябинском отделении Академии медико-технических наук. Только вот ученые, оказывается, о ИВЛ и не знали. Такого я не знаю, хотя всю жизнь, все эти годы применял во всю искусственную вентиляцию легких. Если что-то было, то обсуждалось бы, анализировалось бы. Этот аппарат, этот частный случай, я о нем не знаю, но можно познакомиться и сказать свое мнение. Тем не менее, изготавливали прибор на Уральском приборостроительном заводе. Вскоре предприятие стало называть себя единственным российским поставщиком аппаратов ИВЛ. Ну а в этом году в связи с пандемией дела у компании пошли в гору. Если раньше готовый аппарат стоил полтора миллиона, то потом его цена резко поднялась почти до двух миллионов. Правда, рабочие предприятия признают, трудиться сюда привозят людей со всей округи. Рук для сборок аппаратов ИВЛ едва хватает. Мы приехали, нам сказали, что мы нужны в командировку срочно, а послезавтра уже на самолет. Мы сюда толпой прилетаем, приходим на завод, ничего нет. Ни рабочих мест, ни оборудования, ничего. Как пишет издание МЭШ, не все детали изготавливал сам завод. Многие были из Китая. По мнению одного из работников, именно они могли стать причиной ЧП в нескольких больницах. Турбина отвечает за воздух и охлаждение аппарата. Он может переклинить, аппарат начнет перегреваться. Просто все провода загорятся. Это и произошло. Наши и казанские предприятия все собирали эти аппараты. Но никто не знал, что с Китая придет такая ерунда. Пожар в городской клинической больнице имени Спаса Кукотского в Москве случился 12 мая. Погиб один человек. Предварительная причина – короткое замыкание в аппаратах ИВЛ. Спустя три дня вновь вспыхнул пожар в больнице. Только уже в Питерской, на шестом этаже, в одной из палат. Врачи проводили эвакуацию пациентов, которые лечились от коронавируса. Но спасти удалось не всех. Пять человек погибли. Сейчас проводится проверка. Есть основания предполагать, что пожар произошел из-за загорания аппарата ИВЛ. Больница Святого Георгия, где случился пожар, уже заказала новые аппараты в Германии. А ИВЛ марки Авента-М изъято из обращения. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор сообщает о приостановке обращения на территории Российской Федерации медицинского изделия, аппарат искусственной вентиляции легких, Авента-М с принадлежностями. В США, куда эти аппараты ИВЛ были поставлены в качестве гуманитарного груза, не успели ввести оборудование в эксплуатацию, а теперь отказываются от них. Оно хранилось на складах в Нью-Йорке и в Нью-Джерси и теперь пока, видимо, там и останется. Тем временем в Челябинской области не планируют проверять госпитали. По данным первого заместителя губернатора региона Ирины Гехт, аппаратов этой модели, произведенных после 1 апреля 2020 года, просто нет. У нас есть три новых аппарата этого производителя, но другой модели – Авента-У. Они пока в консервации и до конца расследования задействованы не будут. В целом Авента-М у нас работает, нареканий не было. Хорошие аппараты по соотношению цены и качества. До окончательных результатов расследования я бы не делала выводы, что является причиной – аппарат плохой или проводка. По данным знак.ком, Челябинская область закупила данные аппараты в апреле 2020 года. Они пока что не поставлены в регион, но теперь решение по контракту будет принято после завершения расследования пожаров в Москве и Санкт-Петербурге.